Первый сезон размножения насекомых – это апрель-май. Информацию по профилактике весенний период ветеринар Артур Клопов даёт всем хозяевам четвероногих пациентов. Ведь сезон охоты у клещей начинается, когда тёплая погода держится больше недели. Земля прогревается, и опасные животные после долгой зимы становятся особенно агрессивными. Защитить от нападений и последствий кровососущих помогут специальные лекарственные средства. Много лекарственных препаратов, которые эффективны. Это спреи, это какие-то капли, существуют сейчас таблетки. Если краткошерстные, длинношерстные, то таблетки эффективнее. Александр Соколов, владелец трёхлетней овчарки по кличке Бонд, рассказывает, что обработка защитными спреями – обязательная процедура для его питомца весной и осенью. Он живёт у меня в своём доме, в частном секторе, регулярно, два раза в год обработка происходит у него. Вот это весной, апрель-май и осенью, август-сентябрь. Для кошек клещи не представляют особой угрозы. Эти животные, благодаря некоторым природным особенностям, не подвержены инфицированию от кровососущего. Но для собак укус клеща может вызвать тяжёлые заболевания. В случае, если обнаружили клеща, его надо обязательно снять, вместо укуса клеща обработать и наблюдать за животом в течение двух-трёх дней. Если у животного появились симптомы, он становится вялым, грустным, повышение температуры. То есть, это не то, что нос, уши потрогали, что они холодные, это не показатель. Надо именно ректально измерить температуру. Может быть, понос, рвота с примесью желчи, то есть, изменение самочувствия собаки, то сразу надо обращаться к врачу. Ветеринары советуют после каждой прогулки осматривать своих питомцев на наличие непроженных гостей и не пренебрегать средствами защиты от клещей вплоть до середины осени. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.